Продолжается эфирный день в интернетовой студии MagicScope Пермлайф. И второй раз, или третий раз в нашем эфире, ведущий прямой эфир Лена Пуртова в качестве гостя. За кадром, как обычно, Влад Воробьев, шеф-редактор проекта. Может, я покажу, как я выгляжу, а может, и не покажу. Вообще, это не важно, потому что заслуга или вина шеф-редактора в том, какие гости приходят, какие цветы он помещает в букет. Не так ли, Лена? Я соглашусь с вами, Влад, что обвинить шеф-редактора очень легко и просто в этом во всем. Как вчера на Эхе Москвы гость оскорбил ведущую, обозвал скотиной Ольгу Бычкову. Хорошо, что ничего в нее не попало. Значит, и вышел из эфира. Кинул в нее стаканом с водой. На самом деле, это ведь очень показательный случай взаимоотношения журналиста, гостя и шеф-редактора. Сразу же Венедиктов везде в интернете и в эфире и в твиттере извинился за гостя перед аудиторией, перед своим журналистом. Сказал, что пока гость не извинится, Нагиева здесь не будет в эфире. Но признал, что гость талантливый и хочет, чтобы он вернулся. Вот как бы в этом смысле шеф-редактор защищает своего ведущего. Неважно, какой. Ольга Бычкова ведущая у нас язвительная женщина. Она доводит старых литераторов до белого коленя. Но пока она сидит в эфире, это значит, что шеф-редактор она устраивает как... Видимо, да. Да, Елена, что вы об этом думаете? Какая роль у ведущего прямого эфира, какие взаимоотношения должны быть между гостем и между шеф-редактором? Ну, я думаю, что вообще, как вы меня всегда, Влад, учили, что каждый человек имеет право быть таким, какой он есть. И мы должны его воспринимать таким, какой он есть. Мне за, как мы уже посчитали, 120 прямых эфиров гости были все благодарны, и никто в меня слабо не швырялся ничем. Но, опять же, с вашей стороны, я все время, со стороны шеф-редактора, я все время слышу, что нужно задавать вопросы, которые немножечко, скажем так, вставили дискомфортное положение гостя. Нужно провокационные вопросы задавать. В этом и заключается цель наших прямых эфиров, чтобы человек, ну, скажем так, не то, чтобы в плохую сторону показать этого гостя, а именно в критических ситуациях человек раскрывается такой, какой он есть. Ну, называется драматургия любого произведения художественного, она состоит из перипетий. А перипетии – это испытание, которое испытывает на своем пути главный герой, Одиссей, условно говоря. Его должны пытать разные обстоятельства. В том числе ведущий изображает вот эти перипетии. Да, согласна с вами. Ну, вот в моих эфирах это не всегда удается. Мне всегда говорят, что я очень добрый человек. Ну, моя другая концепция. То есть я бы так не смогла, конечно, довести человека до такого состояния истеричного. Но, тем не менее, я считаю, что Ольга была права. Имеет право, раз она находится в эфире. Ну, с другой стороны, защитников много и у гостя, которого, во-первых, Ольга постоянно перебивает. А, как говорит Венедиктов, это обязанность ведущего перебивать. Это не монолог. Значит, гость должен как бы под этим градом пуль выворачиваться и защищать свою позицию. Даже по законам риторики, чем больше возражений мне, тем я лучше понимаю свою мысль, формулирую ее. Но одновременно защитники есть и у Веллера, который, значит, вот оскорбил женщину и выбежал из студии. Главный довод, ну, любой талант. Ему прощаются некие такие прибабахи, разве нет? И все-таки люди слушают не Бычкову, а Веллера, то есть гостя. Опять же, Влад, как вот вы меня всегда учите, то есть ведущий – это не подставка для микрофона, да? То есть как-то не звучало бы, может быть, не очень-то красиво. И тем не менее ведущий – это личность, которая тоже сидит в кадре и не просто держит микрофон и слушает. Каким бы ты ни был гениальным, твой гость, ты имеешь право его перебивать и, скажем, какие-то вопросы вставлять. Ну, это право ведущего. Ну и опять же, шеф-редактора. Ну, мы подводим итоги сегодня предварительно у нас, значит, примерно 333 эфира или 4 уже прошло, да? За год, ровно за год. Каждую пятницу почти, да? Вот идут эфирные дни. Наверное, больше 500 гостей уже. Вы по проекту подключились осенью, через полгода, наверное, да? То есть сейчас в кадре вот это 125-й прямой эфир. А до этого никогда бы в кадре не работали, на телевидении работали за кадром, в коммерческой службе, продавали рекламу, рекламные ролики. Да, раньше реклама была. Вот, и у вас семья, и муж был у вас тоже работником медиасферы, да? То есть как бы вот с медиа вы имели отношение всю жизнь, с музыкальным образованием вы человек. Да, причем с музыкальным образованием, и как-то жизнь меня так завела, вот именно на телевидении. Все началось именно с Уралом Форум ТВ. Ну вот сейчас в кадре, я просто знаю, во-первых, сотни гостей женщин были, значит, или с кем-то всегда. Самая главная проблема – комплексы у женщин, особенно которым за 40 или за 50, вам за 40, скажем так, честно, да? Да, честно. У них комплексы по внешности, и по лицу, и по фигуре, и по чему угодно. Я всегда говорю, даже для женщин все-таки важнее то, что она говорит в кадре, и как она думает, чем как она выглядит. Я здесь всегда с вами не согласна. Всегда спорю с вами, что женщина должна, прежде всего, чувствовать себя уверенной, а уверенность ей в первую очередь придает все-таки внешний вид. Но вы довольны, значит, нашим партнерам, которые вам платье предоставляют? Да, бесспорно. Я очень благодарна шоурум Роделия, да, который каждый прямой эфир, каждую пятницу предоставляет вот совершенно потрясающее платье. Ну, дополнительное как бы для вас развлечение, потому что готовиться к эфирам сложная задача, нужно много прочитать про гостя и так далее. А вот для девочки померить новое платье в эфире, в кадре, это как бы плата определенная, достойная, да, за этот стресс, или что это такое? Ну, я бы не сказала, что это плата. Это, как недавно я поняла, когда-то я очень хотела иметь много-много платья, прям вот была, мне казалось, несбывшаяся мечта, и вдруг эта мечта сбылась. Вот именно в таком ключе, в таком русле. И я еще хочу сказать огромное спасибо Марине Жемчужниковой, которая, вот, я никто вообще для нее, да, она приехала и научила, как правильно краситься, как правильно подавать себя именно в прямом эфире. Напомню, Марина Жемчужникова, бывшая ведущая новостей телекомпании ВЕТА, и жена основателя телекомпании ВЕТА, Владислава Косолапова, вот она как бы у нас царила в 90-е годы, да, и она до сих пор ведет мастер-классы именно по макияжу эфирному, эфирному образу, точнее, да, женщине. Огромное прямо спасибо Марине. Что еще важное было за эти вот полгода? Про искусство интервью мы разговаривали в первом нашем интервью, мы оставим его там, кому он хочет посмотреть, то есть как учиться прямо в кадре искусство интервью. Психологические отношения между гостями. Мы ничего не скрываем, всегда мы честно говорим, да, что, не то что многим, но все-таки есть гости, которым ничего не понравилось, как они были в эфире, техническое качество плохое, значит, и вопросы дурацкие, и вообще, да. Ну, такие есть всегда, да, недовольные гости. Про довольных мы не будем говорить, это неинтересно. Да, ну, это благодарные, что про них говорить, да, они и так благодарные гости, да, есть такие, которые вроде бы казалось, что в кадре все замечательно, и после кадра, и потом проходит какое-то время, и тебе говорят, причем не в лицо говорят, вот еще что, неприятно, а уже потом за кадром где-то говорят, что, ну, было все отвратительно, все плохо, качество ужасное, да и, в общем-то, ведущий вопрос создал тоже не те, какие хотелось бы. Значит, перефразируя Виллера, значит, как он сказал, когда выбежал из кадра, больше скотина не, что-то непредуктивно, типа этого, что-то. Ну, я, честно говоря, даже не обратила внимания, потому что я смотрела за ведущий. Ну, кому интересно, посмотрите, значит, но ведь это честно, да, то есть, если гостю не понравилось, а ведущая только в кадре, как говорится, занимается собой и не слушает мудрые мысли гостя и перебивает его беззастенчиво, ведь что гость может подумать? Да, претензии мы все принимаем честно, мы говорим, да, потому что все-таки, давайте сравним, показывать видео с видеокамерой, записав обычно, и транслировать, это разные вещи. По технологии, кто не знает, нужна очень дорогая аппаратура, которая стоит многие сотни тысяч рублей. Вот сейчас у нас качество трансляции получше, мы ведем трансляцию, сейчас я покажу себя в кадре. Да, покажите, потому что вы все время задаете вопросы с кадра, и вас наконец-то увидят. Вот, значит, смотрите, это вот я за кадром сижу, вот этот компьютер стоит 120 тысяч рублей, чтобы было минимальное качество какое-то, уже более-менее приличное. У нас стоят две веб-камеры, вот здесь, которые стоят по 7 тысяч рублей и так далее. Вот, а так как наш проект все-таки не то чтобы он не коммерческий, он вполне себе как бы хочет быть коммерческим, да? Во второй части об этом поговорим, да. Тем не менее, у нас 90% гостей же бесплатно приходят, у нас есть уже платные циклы, мы у них тоже скажем несколько слов. Вот у нас здесь диванчик стоит за кадром, вот сейчас покажу. Вот, вон там кухня в офисном помещении, там чай для гостей, вон там гости входят туда, вот видите, вот, вот часы наши эфирные, и такая карта. Вообще очень трудно как бы осветить хорошо, но я работал на ТВ, на ГОСТВ в конце 90-х, начале 2000-х, просто там куча осветителей работает, куча операторов, и то получается ужасная картинка, понимаете? То есть это целый штат сотрудников? Да, и, а мы тут вот вдвоем всегда, я за кадром, и значит, и не только вы, у нас бывают и другие разовые ведущие, да, которые тоже, напомню, приходят бесплатно, у нас все гости приходят бесплатно, кроме тех, кто ведут сами свои платные циклы. То есть разовые эфиры всегда бесплатно, если мы сами приглашаем в эфир, конечно, да, потому что мы приглашаем. Кого мы, Лена, приглашаем в эфир? Ну, разовое такое креативное общество, да, я, правда, честно сказать, не очень люблю это слово, я, скорее всего, предпочитаю, что творческих людей... Класс и гражданское общество, не путайте. Хорошо, креативный класс. Ну, вот, а вы по-своему сформулируете, да. Я люблю творческих людей, я люблю творческих людей, то есть человек может быть работать на заводе, но он делает какие-то безумные вещи своими руками, что-то создает, поет, вот эта творческая личность, она мне интересна, вот, потому что ходить на работу, дом, работа, да, это вот затягивает, и потом понимаешь, насколько твоя жизнь, в общем-то... Ну, узкав в своем восприятии, становится неинтересно. Вот, у меня всегда в жизни, мне должно быть все интересно, вот, интересен сейчас данный проект, и он интересен с каждым разом, хотя я понимаю, что вроде бы каждой пятницы это одно и то же, одни и те же гости, но насколько они приносят новую энергию, новые... Почему одни и те же гости? Ну, гости, я имею в виду, что каждую пятницу прямые эфиры, то есть здесь же... Гости-то как раз разные, потому что чем талантливее гость, тем как бы он больше отличается от других, да? То есть авторское, как бы, ядро, харизматическая личность с энергией своей. Я говорю, что вроде бы прямые эфиры, прямые эфиры, но когда люди разные, разные свои харизмы, разные свои энергетикой, и получаешь от них столько эмоций, и вот это позволяет дальше и дальше продолжать делать. Несколько слов, как бы, о деньгах, как мы уже сказали, у нас есть платные циклы, вы можете прийти, и, значит, у вас еженедельная программа, бот для вас стоит около 1000 рублей, да, вот, примерно полчаса эфира. 50, да. Проект, и сначала были эфиры с кухни, и потом... Кстати, за них и сразу... Кстати, надо сказать, что все-таки первый эфир своей кухни вы начали 22 апреля 2016 года. Нет, 22 апреля в прошлом году отсюда уже с Magic Scope, а так ты начал в 2010 году, это 7 лет назад, как раз роды произошли дождя в Москве, я подумал, чем я хуже, вернулся из Москвы, где занимался коучингом по-английскому, и стал скучать по прямому эфиру по телевидению, как ведущий, вернулся в Перми, стал вот это делать, вот, если коротко, я пост, кстати, про это вставлю сюда тоже, чтобы... Я просто писал про это пост, и был проект большой, где было почти 500 эфиров, на Roland Forum TV была открыта интернет, его студия, значит, там вот был это 2012 год, потом вот пауза, но между паузой было много, еще были сотни эфиров выездных и всяких там демонстраций, чего угодно, и вот сейчас здесь очередная реинкарнация, как бы вот этой идеи сплошного интернет-ТВ-канала, в котором лучшие творческие силы гражданского общества, которое понимаешь широко, и малый бизнес, и общественные организации, и волонтеры, сетевое сообщество, в общем, как бы все держится на людях, планетах, вокруг которых вертится целое, как бы, созвездие, да? Вы как глобально все мышлите. Да, вот, и это такая видео-энциклопедия, видео-википедия-энциклопедия, в которой мы собираем, ну, видите, как строится википедия, каждый может там что-нибудь дописать туда, да, вот, то, что ему интересно. Да, свою правку такую. Вот, мы пишем, мы как бы авторы этой видео-википедии мультимедиа, причем мы не канал, у нас нет одного канала, да. Смотрите, у нас, каждый гость, что у нас получает в итоге после эфира? MP3-запись, она, ссылка указывается в блоге, да, сама страница блога, которую в среднем посещает у каждого 20-минутного эфира, там, около 200 посещений в блоге, у каждого эфира, да, из 10 в день, там, или из 7. А потом на хостинге Magic Scope видео выкладывается там, потом на YouTube тоже запись выкладывается, чтобы на мобильном можно было смотреть или тем, кто ему нравится YouTube. Потом эта же запись входит, как бы, в общую запись всего эфирного дня, и она входит в расписание круглосуточного канала, который называется Magic Scope TV24, поэтому мы говорим, что у нас много сред, ну, среда, да, технологическая среда. Но это же не единый канал, поэтому вот не нужно, как бы, путать, такая новая сложная вещь, на самом деле, как бы, сейчас все по этому пути идут во всем мире, например, не просто телеканал, тот же телеканал Дождь, да, а у них только посещение самого сайта, просто тексты, без всякого видео, там их миллионы посещений, то есть, как минимум, в 5-10 раз больше, чем просмотр самих видео, потому что у них всего там 70 тысяч подписчиков, хотя это вот классный кейс, да, в России. У нас, конечно, мы не можем похвастаться сотнями тысяч просмотров. Ну, вот мы сегодня с вами подсчитали достаточно тоже. И даже десятками тысяч просмотров каждого эфира мы не можем, сотнями можем похвастаться. Мы всегда говорим, что, как бы, значит, ну, за год прошло 330 эфиров, вот в среднем, посчитайте цифры, охват каждого сегмента гостевого примерно от 200 до 400 подключений. Что это значит? Это или в форме аудио, или в форме одного видео, или в форме другого видео, или в сетке канала, или само посещение страницы блога, потому что как информацию можно получить о гостях? Не обязательно, во-первых, не все смотрят видео. Не всем это, кстати, интересно, само видео, да? Или они смотрят максимум полторы-две минуты. Или слушают, скорее всего, еще. Или, значит, могут слушать, да. Но мы же указываем еще, у нас в Википедии, у нас все гиперссылки указаны, и на личную страницу гостя, на страницу его сообщества, на страницу того события, которое мы говорим, что часто у нас еще для нас важен инфоповод приглашения. Для нас что важно? Харизматическая личность лидера, инфоповод и сетевое сообщество вокруг этого человека. Вот три, три составляющих. Вот это, кстати, самый главный вопрос, всегда у людей возникает, которые к нам приходят. То есть какая ваша аудитория, да? А у нас как раз аудитория, как таковой у нас нет. Ну вот если посчитать все мои соцсети, куда я, например, лично выкладываю, там, ну может быть, будет около двух тысяч подписчиков. По меркам многих пермских пабликов, но это вообще ерунда, да? Ну да. Но ведь нужно не забывать, что как бы мы-то собираем, как бы, сливки, мы собираем из лучших цветов пермских, творческих, свой букет, авторский. Свой авторский букет, да. Или вот до эфира мы рассуждали, это такой театр, в котором, точнее, фестиваль, типа белых младчей, в котором стоит, как бы, каждую пятницу в этой палатке проходит, как делал Гельман, да, вот, стоит палатка, значит, с утра, в 11 утра там приходит, автор читает книжку, в 11.30 приходит детский фестиваль, какой-нибудь и так далее, да? И каждый этот вот фрагмент, там, заходишь, смотришь, сидит иногда человек пять, иногда 50, иногда 100, вот у нас так же. То есть аудиторию каждого сегмента авторского гостевого можно сравнить с аудиторией маленького театрика. Причем спектакль, разовый эфир прошел, без репетиции, как прошел, так прошел, и потом у нас всегда остался видеозапись. Поэтому по закону всех интернет-ТВ проектов, аудитория прямого эфира всегда максимум процента 3-5 от общей аудитории. Стоя накапливается месяцами и годами, потому что мы стараемся набрать какие-то вневременные темы, да, инфоповод есть, но главное, вот, все-таки, как бы, авторская концепция, да, какого-то проекта. Вот, и поэтому говорим, что аудитория каждого прямого эфирного сегмента за полчаса, ну, может, не знаю, 5 человек, может быть, 10, в лучшем случае, там, 20, да, вот за день, поэтому, там, около сотни и больше, ну, не больше, да, получается, вот. А зато потом она годами накапливается, особенно если гостю эфир понравился, и он выложил у себя в своих этих, потому что он, понятно, тоже в разных соцсетях сидит по своей теме. Понимаете, у нас в день, может быть, профессор, потом после него шарлатан какой-нибудь, ясновидящий, потом манго, потом еще. Как вы любите их называть? Я люблю всех, я люблю профессоров шарлатанов, я считаю, в этом богатство общества. Ну, вот даже сегодня у нас взять, да, то есть у нас был сегодня детский сад, вальдорфская педагогика и манго художники, значит, и фотосушка, сейчас будет кандидат философских наук, не, исторических наук, будет лекция, потом будет авторская языковая школа детская у юных журналистов, ну, как бы, и так каждый раз, да, то есть, как бы, вот в этом охват-то огромный. Поэтому, подводя итог, у нас нет единого канала, мы медиа-среда, который производит, как бы, во-первых, организует людей и дает им возможность создать живой портрет свой, сиюминутный, на 10, 12, 15 минут, да, где, как бы, видна харизма этого руководителя, а потом записи в разных формах она уже существует, да. Согласна. И поэтому, если вокруг вас большое сетевое сообщество, тематическое, то, если вам понравился эфир, у него будет много просмотров, а если вот у себя не выложите в своей узкой сфере, да, то у него будет там в среднем 150, 200, 250 и до 400, как я сказал, да, вот охват вот этот, да. Вот, Влад, вы очень хорошо прямо так вот объяснили эту вот нашу медиа-среду, и я думаю, что кто вот нас послушал сегодня, посмотрел, как раз будет понятно, все-таки, что он, кто нас смотрит, что за аудитория, потому что, как правило, люди не понимают, ну, все привыкли еще пока к телеканалам. Ну, ведь нужно сказать, что, как бы, старая горизонтальная, точнее, вертикальная медиа-среда, телевизоры, единый канал, как бы кабель и какие-то абстрактные зрители. Сколько их конкретно, никто не знает, потому что, когда их меряют рейтинги, там стоят people-меры, метры, как они называются, такие коробочки, да, причем в каждом городе, миллионам их-то максимум несколько десятков, соответственно, это вот по СТП, никто не знает, то ли смотрят вас сейчас 500 человек, то ли тысячу, то ли всего 10. Ну, согласитесь, почему-то доверие именно к телеканалу, да, почему-то вот мне говорят, вот канал ВЕТ, я же понимаю, какая аудитория его, когда я спрашиваю, а какая аудитория, все говорят, ну, вот, ну, много, много. Вы правы, у ВЕТы своя возрастная аудитория, которая смотрит телевизор, все правильно, да, вот, а мы можем сказать, что у нас, как бы, целевая аудитория, это, как бы, лидеры и активисты пермского гражданского общества и креативного класса, вот так. Более конкретно мы не можем уже сказать, да. Так, и теперь у нас Лена осталось с вами 10 минут на ваши вопросы. Теперь я отвечаю на ваши вопросы в первый раз, кстати. Да, ну, вот, самое-то главное, что меня всегда волновало и что мне хотелось донести до моих гостей, в принципе, Влад, вы уже ответили, потому что всегда стоит вопрос, какая аудитория у вашего канала, вашего интернет-проекта. Ну, вот представьте, что я у вас в гостях теперь, и вы же не только проспрашиваете про... Да. Ну, еще, вообще, я понимаю, что вы соскучились, прежде всего, я всегда интересно думаю, как же вам идея-то, как же вам сбрело-то в голову, скажем так, создать такой проект, именно приглашая гостей в студию. Понятно, что вы соскучились по прямым эфирам, тем более, что очень долго проработали, да, на телевидении. Ну, недолго, там, в сумме всего пять лет, в конце 90-х, в начале 2000-х, да, просто тогда совпало. Если вы помните, была такая, как бы, перед ранним Путиным и поздний Ельцин, тогда еще была такая максимум, столь, свободы определенные, да, уже она была зажимаемой, но все еще было. Я, так раз, попал в золотой век телекомпании Т7 ГОСТВ, когда запустили кучу прямых эфиров, еженедельных. И вот с моей коллегой Натальей Бугунов, которая сейчас на Рифе ведет эфир, мы еженедельно, иногда ежедневно вели эти прямые эфиры на весь Пермский край. И тогда, кстати, не было цензуры политической, но нас, конечно, политика не интересовала, ее как таковой тогда, как бы, вот на этом уровне особенно не было. Нас больше интересовали вот именно тоже уже какие-то креативные силы, и так же, как сейчас, от профессора до шарлатана, и актеры, и кто угодно, да. Вот, ответила я вам. А когда, вот вы долго не жили в России, я знаю, что вы уезжали, потом приехали, и когда вы вернулись в Пермь, как вы нашли-то вот этот проект? Ну, не то, что я долго. Я уехал в Москву в 2003-м, вот, и между 2003-м и 2005-м то в Германии, то в Финляндии, то в Швеции. Я так, с наездами, да, с гостевыми визами, как бы, вот, осуществлял свою мечту русского европейства, путешествовать, чтобы лучше понять, как Гоголь про русские мертвые души. Ну, вот, понял, что я все-таки чеховский персонаж, вернулся в Москву, но чтобы в Москве жить, что я умею делать? В журналистике я поработал там полгода на кабельном канале, понял, что, ну, зачем в Москве работать на телевидении ужасно. До уровня ЦТ тогда было прилично, не знаю, это НТВ еще было более-менее прилично. Я не дорос, работал на каких-то таких проходных каналах, но это еще хуже, чем в Перми. Я имею в виду по, как сказать, в общем, непонятно, для кого ты вообще работаешь. В Перми хотя бы непонятно, да, там знакомые, а там что? Вы понимаете, в Перми для кого работают на телевидении? Да, и тогда я понимал, а сейчас понимаю. Вот, и, получается, с 2005 года я уже вплоть до 2010, 5 лет, может быть, даже чуть больше, я вел тренинги по английскому индивидуальные, то есть на стыке журналистики английского языка, тренинги на английском языке про журналистику, про вопросы, про пресс-конференции, как профессору подготовиться выступить на конференции западные, да, какой-то. Вот такие мои любимые гости, как продюсеру фильмов, поехать в Канны, чтобы там представить свой фильм, вот такие мои самые были крутые какие-то, были обыкновенные, много было среднего класса тоже, да, вот разные инженеры и компьютерные, и, значит, пиарщики всякие, кто угодно. Это хорошо оплачивается, то есть можно без проблем жить, но без журналистики тоже скучно стало в конечном итоге. То есть вас, в принципе, толкнуло, опять же... Наталья Синдеева, когда создала канал «Дождь», я сказала, чем я хуже, я хочу свой маленький «Дождь», вот и думаю, а ну в Москве с кем я его сделаю, вот, только на английском языке, что ли, сделать его, и поэтому я вернулся в Пермь, и вот, долгие годы бедствовала, до сих пор бедствую. То есть наш проект еще не дает достаточно... Я буквально говорю бедствую, потому что привыкнув в Москве жить там, не знаю, на полторы тысячи долларов и на две, то в Перми у меня доходы упали раз в пять сразу же, да, то есть вот и до сих пор интернет-ТВ кормит еле-еле, да, то есть в основном все-таки я зарабатываю своими учениками по скайпу, да, и у меня, кстати, мой портал английский, блог, там больше посещений, чем у Маджикс Коптовой, там у меня бывает и 15 тысяч в месяц. Ну вот как вы встретились, допустим, с учредителями, открыли... Я знаю, что вы сами, по-моему, да, нашли эту платформу. Ну вот за вами сейчас стоит щит, который называется «Делай ТВ», да, и там написано, что «Делай ТВ» – общественное телевидение Пермьского края, это общественная организация, которую создала Елена Веселкова, тоже тележурналист, моя бывшая коллега с Т7, с ГОСТ-ТВ, в 90-е годы мы там вместе работали, вот, и она однажды была моим гостем, потом вот мы какое-то время параллельно делали, то есть я из кухни эфиры вел, Елена делала эфиры, вот создала эту структуру общественное телевидение Пермьского края, и выкупала время на обычном телевидении, а потом мы поняли, что надо вместе объединиться, и начали вместе делать. Но проект ведь был «Делай ТВ» задуман на каком-то канале все-таки, не на интернет-ТВ. Ну вот он всего год просуществовал на «Аролл-Форум ТВ», как раз тоже там, оттуда, да? А потом он ушел как бы в интернет, потому что слишком дорогое эфирное время, и тратить… Ну вам комфортнее, да, Влад, все-таки вот именно интернет, ТВ, интернет-пространство? Дело в том, что для меня в телевидении штука существует в двух ипостасях. Телевидение как кино, то есть монтажное телевидение, да, и телевидение как прямой эфир, ну как театр, да, в который играется вживую все. Вот для меня телевидение театр, в котором все вживую, даже в театре не совсем, в театре все-таки зарепетировано, а тут как бы импровизация, да, получается, более важная. И до сих пор вы знаете, что у нас слишком мало прямого эфира на обычных телекомпаниях. Новости на прямом эфире, а гостевых программ, ну очень мало. Вот, потому что эфирное время дорого, и обычно его выкупают наши пермские политики, значит, за большие деньги, там, не знаю, полчаса эфира стоит 30 тысяч рублей, может быть, да? Вот они выкупают, значит, и говорят о себе любимых, и ведущий как подставка для микрофона их об этом пытает. Мы не то чтобы против этой модели, но мы говорим, может быть, лучше не так делать, а приходите сюда, выкупаете здесь свое эфирное время, полчаса эфира тысячи рублей, и общаетесь со своими сами сторонниками, да, вот, как бы, по своим объединениям творческим или политическим, да, вот. А мы вас спишем в наш букет наших гостей. Вот, это будет честнее, что ли, я бы так сказал. Не то, что честнее, это вот просто, мне кажется, интереснее будет. Мне нравится такое высказывание. И через Елену Веселкову я познакомился с учредителем Маджик Скопа. Кто не знает, это у нас называется тоже региональная общественная организация, союз операторов связи Пермского края, который руководит, значит, как зовут нашего учредителя? Курганов Александр Федорович. Александр Федорович, это ваш начальник. А если мы говорим про союз операторов Пермского края, то это Квитковские? Нет, но вы-то официально работаете у учредителя Маджик Скопа, вот. Вы единственный человек, который у него работают, потому что я не работаю официально, я фрилансер, по сути дела, прихожу, отвожу эфиры и ухожу, да. Вот Елена здесь работает в этом смысле. И несколько слов про учредителя. Значит, очень важно различить, да, вот когда были эфиры на Ролан-Форум, это было 500 эфиров, да, там Галина Цвет сказала, приходи, сделай интернет в студии. Пришел, я сделал. Ни разу она не сказала, этого приглашай, этого не приглашай. Вот, то есть и были ярые антипутинцы, навальновцы, то есть приезжает, словно говоря, Медведев в Пермь выступать, значит, вот его показывают в новостях Ролан-Форум-ТВ. Проплаченный сюжет властью, да, информационное обслуживание власти. А после новостей выходят пермские активисты гражданские и уже всячески издеваются, да, над этим премьер-министром. Уже тогда, это был 12-й год, вот. Галина Цвет не боялась это делать, понимаете? Сейчас то же самое, примерно. Мы не против власти, мы еще не позиционеры. В этом смысле, я-то, конечно, я либерал, русский европеец, я, конечно, я против этого режима, но я-то говорю про ТВ, шеф-редактор должен показывать все силы общественные. Профессоров, шарлатанов, антипутинцев, ярых путинцев. Ну и наши учредители, они не против, они не говорят нам, кого приглашают, кого не приглашают. Да, вот я хотел сказать, что как бы, когда учитель не вмешивается в редакционную политику проекта, получается хорошее, как только будет вмешиваться, значит, сотрудничество, после... Заканчивается. Нет, там начинаются компромиссы и границы компромисса, потом заканчивается, да. Ну, это как бы жизненно сложная, да, это уже вот на совести редактора, как он, сколько он, сколько он задержит. Сколько сможет, да, продержаться в таких жестких условиях. Пока, вот видите, как видите, мы держимся, надеюсь, до осени продержимся, дальше мы пока не знаем. Мы надеемся, что наши учредители будут поддерживать дальше проект. Ну, Елена, теперь мы должны заканчивать. Снова я как бы возвращаюсь. Так вам не удалось меня больше поспросить, потому что... Вы, на самом деле, тот человек, которого надо бы было прерывать и вмешиваться в ваш разговор. Да, надо, не бояться прерывать. И в том числе, как бы, своего редактора тоже, да. Потому что редакторы, на самом деле, любят. Вот, нет, идеальный редактор, которым я бы хотел когда-нибудь стать, если доживу, тот редактор, который, у которого все журналисты лучше его в какой-то сфере. Вот, все выше его, ярче его в какой-то одной сфере. Чтобы получился тоже букет, да, вот такой. Ну, это, в общем-то, редактору это тогда низкий поклон за это. Да, ну, не знаю, вот, например... Это как, допустим, у учителя. Ученик всегда должен быть лучше учителя. Я его сам часто ругаю, но для меня в этом смысле пример Венедикта. Все-таки вот он для меня лучший главный редактор СМИ российского, который показывает. Хотя мы должны понимать, что это гибридная СМИ, то есть там уже очень много пропаганды от государства. Это цена компромисса, за которую отвечает компромисс Венедиктов. И уже как бы, как он говорит, мы существуем в этой яздовитой среде пропагандистской. И честно говорит, что вот мы должны плавать там тоже. Вот, поэтому... Но мы-то опытные люди, мы видим, где пропаганда, где журналистик. На Урал, на Ихе Москвы, там же процентов 30, может быть, если не 40, да, вот этой ядовитой пропаганды. Но пока... Нам удается избегать ее. Ну, не знаю, как вам, потому что я-то из Ихе Москвы 20 лет живу. Вы-то все-таки далеки от политики. Да, я далека от политики. Может быть, это... Для себя я считаю, что это хорошо. К чему вы должны прийти, Елена, как ведущая? Благодаря этому проекту. Это немножко такой, честно говоря, не задумывалась об этом. Если честно, на нем надо зарабатывать. Гораздо больше, чем сейчас. Мы начали зарабатывать, ну да. Это, наверное, первое, да. Вот если говорить в развитии дальнейшем, хотелось бы, конечно, чтобы у нас была студия. Вот такой полноценный формат, хороший. Имеете в виду технология, да, для HD-трансляции. Да, то есть, чтобы у нас были сами не гибками. Которая стоит, как минимум, полмиллиона рублей и так далее. Вот, это, конечно, хотелось бы в перспективе видеть. Вот у нас сейчас зайдет гость уже в следующие две минуты. Мы должны заканчивать, Елена. Ну и, а еще, кроме технологий, в себе-то вы что хотите найти? И кем стать? В себе вы... Как мне все говорят, что ты там в интернет-ТВ, тебя никто не видит, давай иди на центральные каналы. И мне всегда смешно. Потому что, ну, это не моя цель. Я не хочу быть на центральных телевидениях ведущей. Меня устраивает вполне такой формат. Может быть, больше для себя уже вести платную какую-то программу уже собственную, где я бы была уже сама шеф-редактором. Ну, вот, наверное, вот это мечта. Да, это, значит, концепция канала в канале. Да. Которую мы ей предлагаем. Приходите, видите свой канал. Мы там не вмешиваемся в редакционную политику, но мы подсказываем за кадром, да, чисто технологически. Да. Вот, а там уже как бы ваш... Вы можете вести канал и про ясновидящих, и про ведьмы, или можете какой-то научный канал, или какой-то развлекательный. Все что угодно, да. А мы-то хотим из этого сделать большой букет, чтобы гости шли. Да, чтобы вот наполняемость, интерес был к интернет-телевидению. Потому что я считаю, что это все равно будущее. Это такая агора, да, городская площадь, такой городской еженедельный фестиваль, да, вот с утра и до вечера, точнее, пятница – идеальное время в этом смысле. И вот мы с этого начали, к этому вернемся. Это такая медиа-агора. Помните, что такое агора в Древней Греции? Так люди собираются, обсуждают и политику, и личную жизнь, и рецепты. Вот это наш медиа-агора. Надеюсь, что у нас это получится. В принципе, уже получилось. Почему нет? Уже получилось, и поздравляем сами себя и наших гостей, которых мы любим. Мы очень благодарны и признательны, что они приходят, откликаются. Все, кого мы приглашаем, сами мы считаем талантливыми, мы так скажем. Да.